Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракаду. Взвесься, узнай сколько весишь. Серьезно, вот сегодня, взвесься. Посмотри на весы, запиши сколько весишь. А после Рамадана, взвесься снова. Будет один из трех вариантов. Или ты наберешь вес, это будет нехорошо. Или потеряешь в весе, это хорошо. Или будет что-то среднее. Надеюсь, вес ты потеряешь к концу Рамадана. Так что вот прямо сейчас взвесься, а потом в конце Рамадана. Вот такой вот вызов. Сбросить вес. И обрати внимание на язык. Обрати внимание на фиолетовые точки, если есть такие. А потом после Рамадана. Проверь, как они. Должно стать меньше. Это очищение организма от шлаков. Во многих местах языка фиолетовый окрас должен исчезнуть. Это очищение. Посмотри, иншалла. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у барракетух. Вот такой вопрос. Можно ли читать намаз Таравих, следуя за имамом, по телевизору или в интернете? То есть читать онлайн Таравих намаз. То есть по интернету смотришь, как имам читает, и ты читаешь за ним. Ответ на это – нет. Так читать нельзя. Только если имам находится настолько близко, чтобы ты его слышал. Или чтобы ты читал в одном из рядов, кто читает за имамом. Неважно, насколько этот имам находится далеко. Если ты в одном из рядов, которые за ним читают, тогда да, а по интернету или телевизору нет. Читайте Рамадан дома. Дома тоже коллективно можно. Чтобы кто-то возглавил молитву. Короткие суры можете почитать. Аль-хамду-ли-лях, нормально. Если по длине и суры наизусть знаете, то их читайте. Если не знаете, то хотя бы то, что знаете. Да, и не говорите, что у меня футболка дорогая. За три с половиной фунта купил. Производство Бангладеш. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. О, Аллах, люди пристрастились к паану. Это препарат из листа бетеля и ореха ореки. Его жуют ради психоактивного эффекта. О, Аллах, люди режут друг друга. За этот паан. Они оправдывают это тем, что он пищеварению помогает. А другие-то как без этого переваривают? Вы сначала переедаете, а в конце съедаете паан, чтобы все это переварилось. Смотрите. Бросайте вы этот паан. Зубы ваши останутся красивыми. Губы останутся красивыми. Язык останется красивым. Десны останутся здоровыми и красивыми. Иншаллах не будет рака пищевода. Не будет дурного запаха изо рта. А еще и деньги сэкономите. Вот смотрите. Если будете экономить 2 фунта в день, то в год сэкономите 700 фунтов. Считай, заработали на билет до Родины, до Бангладеша. Бросайте. Я тут с шейхом вчера говорил. Он говорит, если б люди боялись Аллаха, так же как боятся коронавируса, все их проблемы бы уже Аллах решил. Пречисто. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Сура 4. Анниса. 31 аят. Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то мы простим ваше злодеяние и введем вас в почтенный вход. То есть, если мы будем избегать больших грехов, как, например, воровство, употребление чего-либо, что дурманит разум, азартных игр, внебрачных половых связей. Кстати, есть мнение, что сплетни – это тоже большой грех. Так вот, если будете подобного избегать, Аллах простит ваши маленькие прегрешения и в итоге введет нас в рай. Почтенный вход, как Аллах говорит. Пречисто, Аллах, просто избегайте больших грехов. И Аллах простит маленькие грехи и введет в рай. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. 90 с чем-то процентов людей, которые лайкают тебя, они руку тебе не протянут. Еще я кое-что хотел бы сказать о Рамадане. Весь месяц Рамадан – это месяц самоконтроля. То есть, это значит, что я дисциплинирую себя. Я не кушаю, я не пью. Это одна дисциплина. Я до заката не сплю с женой. Это еще одна дисциплина. Ладно. Но в то же время, я также должен дисциплинировать свой взор, слух, за языком следить, за руками, ногами, всем телом. Это целый месяц дисциплины. Как должно происходить? Это как тренировочный лагерь, тренировочный центр. Подростки же ходят иной раз в тренировочный лагерь, типа того. Сначала сами себя распускают, а потом вдруг в тренировочный лагерь. Вставать вовремя, делать что-то вовремя, дисциплина. Вот чему нас учит Рамадан. По сути, вся наша религия основана на дисциплине. Почему думаете, на фаджр встаем? Почему? Почему Аллах велит нам, до восхода встаньте? Сейчас в летнее время, в Англии, это где-то в 5 утра. В 5.30 на фаджр. Зачем? Аллах хочет, чтобы мы дисциплинировали себя. Почему Аллах повелел нам, чтобы мы ночной намаз читали? Дисциплина. Почему Всевышний, Всемогущий Аллах, говорит, выделяй такую-то сумму и плати за кят? Дисциплина. Все дисциплина, вся религия на этом. Думаете, почему? Вся религия построена вот так. Когда солнце здесь, делай то. Когда солнце там, делай это. Когда луна? Дисциплина. Рамадан – один из видов дисциплины. Это дисциплина для всего тела. Особенно для души. Что мы делаем, проходя эту тренировку? Совершаем 5 намазов, ладно? Потом ночная дисциплина. Дополнительные намазы. Дисциплина в том, что есть моменты, когда можно есть и когда нет. Но в течение дней и ночей Рамадана должна быть дополнительная дисциплина. А именно, взора, слуха и языка. Большинство органов, которыми мы грешим, вот они. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал о посте. Когда вы поститесь, а с вами кто-то затевает спор, тогда нужно сохранять спокойствие и сказать «я пощусь, я пощусь». Поистине я пощусь, то есть не провоцируй меня на споры. Язык даже спорить не должен, когда постишься. Дисциплина. Или вот, к примеру, когда люди голодны, они становятся ворчливыми, начинают спорить, задираться и так далее. Когда голодны, делают так. Тоже дисциплина, терпение. Рамадан тебя учит терпению. Терпение – это огромный урок дисциплины. Хочешь посмотреть на то, на что нельзя, скажи себе «я пощусь». Твоя награда за пост уменьшается, когда глаза твои грешат, слух, и когда говоришь греховное. Если ты делаешь так, то награду теряешь. Дисциплинируй себя. Но почему так долго надо терпеть? Главная дисциплина – это на протяжении Рамадана я должен себя натренировать постоянно, думать, что Аллах смотрит. Я не могу грешить, Аллах же смотрит. Когда я не пью, не ем, когда я сдерживаю себя от интимной близости днем в Рамадан, Аллах смотрит. Из-за того, что Аллах смотрит на меня, я не могу делать то, что обычно привык делать. Есть, пить и так далее, курить, например. Хотя курить не надо не только в Рамадан, но и вообще. То есть Аллах наблюдает за мной, и я должен следить за языком. Следить за тем, на что смотрю. Следить за тем, что слушаю. И вот эта мысль – Аллах смотрит, Аллах смотрит, Аллах смотрит. Еда-то вот она, в холодильнике же. С удовольствием бы слопал, но Аллах смотрит. Вот она еда, на столе лежит. Но не могу поесть, Аллах смотрит. Я один дома, если поем, никто не увидит. Но Аллах смотрит. И эта мысль – Аллах смотрит, Аллах смотрит, Аллах смотрит. Она должна настолько укорениться в твоем сознании, что когда Рамадан закончился, его не будет еще 11 месяцев, чтобы ты продолжал так думать. Аллах смотрит. Я не могу вот так сделать, Аллах смотрит. И вот это не могу, Аллах ведь смотрит. Вот главная дисциплина, которой надо научиться к концу Рамадана. Это богобоязненность. Богобоязненность – это когда человек всегда думает, Аллах смотрит. И так как он смотрит, не могу этого сделать. Вот весь смысл богобоязненности. И Аллах в суре Бакара говорит в Аяте 183. «О те, которые уверовали, вам предписан пост, как он предписан вашим предшественникам, чтобы вы этим остереглись, чтобы вы сформировали такой склад ума, чтобы привыкли думать, Аллах смотрит, Аллах смотрит, не могу грешить. Аллах смотрит. Не хочу попасть в адский огонь. Аллах смотрит. Будет судить в судный день». Вот весь смысл поста. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Еще одно напоминание на тему Рамадана. Итак, у нас есть определенный уровень выносливости. И смотрите, до Рамадана и в самом Рамадане мы должны повышать планку. Но даже если не повышаете, хотя бы придерживайтесь какого-то норматива в Рамадан. Не перестарайтесь. Вот, к примеру, человек не ходил в качалку, потом пошел и в первый же день два часа. Следующий месяц ты его там не увидишь. Поверьте. Два часа качался. Никогда в качалку не ходил, а тут вдруг... Нагрузил себя. Мертвец. Тело его на следующий день так заболит, в качалку он уже не вернется. Если пошел в качалку, бери веса полегче. Полегче. Привыкай. Потом пришел снова, взял чуть больше, и постепенно наращиваешь веса. Когда дошел до определенной планки, добавлял, добавлял, поднимал, и в итоге чувствуешь усталость, ты устал. Если ты это ощущаешь, придерживайся этих весов, больше не нагружай, не глупи. Ведь если перегрузишься, то на следующий день так устанешь, что больше не захочешь в качалку в эту ходить. Больно. То же самое в поклонении. У каждого человека ресурс разный. Если ты не привык поклоняться, час напролет... Я о желательном, дополнительном поклонении. Не делай столько сразу. 15 минут. 10. Полегче. И добавляй. На следующий день, минут 5, и прислушивайся к ощущениям. И всегда старайся совершать поклонение, какой-либо вид поклонения, когда ты это хорошо переносишь. И закрывай Коран, заканчивай. Вот, например, я Коран читаю. Хорошо себя чувствую. Прочитал пол джуза. 10 страниц. И такой, думаю, может еще страниц 5 прочитать. Обычно я, к примеру, читаю пол джуза или поменьше. И мне комфортно. Все, закрывай Коран на пока. Почему? Ученые сказали. Если намаз совершаешь, 2 рака ты желательного намаза прочитал. 4. И тебе комфортно. И думаешь, может прочитать 6, 8, 10. Или остановиться. И знаете, если ты прекратил поклонение на ощущение комфорта, и твой разум тебе говорит, я насладился этими ракатами, этими четырьмя ракатами или половиной джуза, если твой разум тебе так говорит, то он скажет, надо будет повторить. И ты захочешь сделать это снова. Мне понравилось. И ученые говорят, всегда останавливай поклонение в нотке комфорта, особенно когда только привыкаешь. Если к тяжелым весам еще не привык, в поклонение, то всегда себя останавливай в состоянии комфорта, когда твоему разуму хорошо. Снова и снова захочешь повторять это. 4 дополнительных раката почитал, Коран почитал, Викр поделал. Завтра, послезавтра то же самое. Если думаешь так, мне этого достаточно. Придерживайся этого. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил нам, Лучшие дела перед Аллахом. Те, которые совершаются регулярно, даже если маленькие. Так что делайте так в Рамадан. Вы должны чувствовать наслаждение от того, что проделали. Если в какой-то день вы добавите, к примеру, прочитаете 6 ракатов дополнительного намаза, 15 страниц Корана, увеличите норму. Альхамдулилях, главное, чтобы лишнего на себя не взять. Чтобы не было типа, о, тяжело, так столько времени ушло. О, боже, так мне все это тяжело дается, поклонение. Не надо так. И вот. А если вы можете добавлять к своему нормативу дополнительные какие-то объемы, больше веса брать, то вперед. Но аккуратно. Выносливость надо повышать постепенно. Многие этого не понимают. Готовиться к хаджу, когда сезон хаджа настал. Хадж наступил и начинается так, что изучать, как делать-то его. Не сейчас время к хаджу готовиться. Знаете, когда надо? Готовиться надо за год. Повышая духовную выносливость. Многие идут в мечеть пророка и говорят, «Шейх, что мне нужно читать? Что? Я не знаю, что мне читать. Не могу прочувствовать». Ты не прочувствуешь. Если не будешь продолжительное время усилия вкладывать. Хочешь прочувствовать, ежедневно надо делать. Вот Рамадан взять. Вот у нас Рамадан идет. Если вы хотите следующий Рамадан сделать совершенным, суперским, на протяжении года каждый день делайте вот это. Десять страниц Корана, читаете намазы, дополнительные зикры. И все это каждый день. И увидите, как будет. Вы железо натягаетесь к следующему Рамадану. В плане поклонения, в смысле. Вы будете наэлектризованы к следующему Рамадану, потому что вы подготовились к этому. Вот представьте, атлет тренируется каждый день, поставь ему задачу, без проблем выполнит. Почему? Потому что он каждый день делает это. Вот подобным образом и прокачивается духовная выносливость. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите.